Здравствуйте, уважаемые зрители! Настала очередь окончательного монтажа и запуска в работу симбиоза китайского мозга и итальянской стиральной машинки. На лицевой панели прорезало отверстие для монитора. Также пришлось удалить поступающий внутрь прилив пластика под селектор выбора режимов. Монитор закреплен при помощи упругости пластиковых уголков. А вот мозг, для исключения сгибающих нагрузок, закрепил через проставку из куска доски. Два самореза в предусмотренных местах крепят плату. Доска в свою очередь крепится двумя саморезами к лицевой панели. Этими же саморезами крепится декоративная заглушка отверстия. Все элементы установлены на своих местах. Теперь можно оптимизировать проводку по длине и способу прокладки. Для исключения натяжки проводов и перетирания их от движущейся части стиральной машинки. Обязательно при помощи зеленой изоленты вся проводка была смотана в жгуты, а также установлены необходимые метки, чтобы не ошибиться при подключении. Здесь пока все выглядит немного хаотично. Ну а здесь окончательный причесанный вариант. Исключен любой контакт с барабаном, при всех его возможных перемещениях. Машинка установлена в мобильной бане на летний период. Очередной холостой тест на собранном варианте. В режиме холостых испытаний погонял программы, заложенные в мозге. Но если честно, различий в них я никакого не увидел. Тест на холостую был пройден успешно. Однако после закладки первой партии белья и попытки стирки вылезла проблема жуткого дисбаланса, приводящего к прыжкам машинки по деревянному полу мобильной бани. Этот момент я, к сожалению, не снял, но дальше он будет виден. Покурив интернет, начал исключать очевидные причины дисбаланса. Сперва были проверены механические части машины, отвечающие за амортизацию и гашение колебаний. Они оказались исправными. Далее испытания циклов полоскания и отжима, на которых наблюдался сильный дисбаланс, проводились на твердом бетонном основании, для исключения реакции воздействия со стороны неустойчивой опоры. Воду заливал без участия водопровода, так как на данных режимах он не нужен. Главное было получить побольше мокрого белья, чтобы понять зависимости. А зависимости получились весьма безрадостными. Под вопросом оказалось дальнейшее использование машинки по назначению, так как примерно в 50% случаев на циклах полоскания и отжима результаты были условно нормальными. Условно потому, что барабан перемещался на них на пределе конструктивных возможностей. На низкой скорости были уже видны предельные перемещения барабана. Увеличение количества белья немного улучшало картину. В процессе экспериментов была замечена высокая скорость барабана. Это выражено тем, что белье как бы прилипает к стенкам и неэффективно стирается. Также при начале отжима белье разбрасывалось неравномерно. При ручной заливке на режиме полоскания иногда вываливалась ошибка мотора, так как был явный перелив воды и мотору было трудно стартовать. Остальные 50% попыток оканчивались так. Приходилось экстренно останавливать машинку и перезапускать. Нужно было срочно снижать общую скорость при попытках раскладки белья. В инструкции на этот счет есть следующая строчка. Однако переводчик не посудил ничего хорошего. Ничего не оставалось делать, как заняться новыми экспериментами с перемычками. Перемычки отсутствуют. Режим стирки, барабан вращается быстрее. Отрывается от пола, когда начинает разгон. Перемычка GP1. Режим стирки, барабан вращается еще быстрее. Явный дисбаланс машинки наступает. Выбран наиболее приемлемый вариант из возможных. Установка перемычки в порте GP2. Барабан стал перемещаться в пределах конструктивных норм. Стиральная машинка переместилась в изначально место работы. Была усилена площадка, куском ДСП, для равномерного распределения нагрузки по деревянному полу. Также была выявлена зависимость. Чем больше загружен барабан, в идеале под завязку, тем меньше вибрации. Но даже при малой загрузке фатального перемещения машинки уже не происходило. Пока аппарат выполняет свою работу, хотелось бы сделать небольшой вывод. В процессе оживления данного агрегата мной был получен новый опыт. Однако затраченное общее количество человека часов от начала до получения конечного результата позволяет сказать, что цель в данном случае не оправдывает средство. Последняя небольшая модернизация опора, введение ограничителей, перемещение машинки. Успешно перестирав целую гору белья, стиральная машинка была передана в дальнейшую эксплуатацию. Четвероногий хвостатый руководитель прачечной остался доволен. Появилось свободное время для морального и физического разложения. До новых встреч, пока!